Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фрэш». В сегодняшнем выпуске я, Анна Корольчук, познакомлю вас с важной и полезной информацией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме традиционных отчетов, для ребят готовят фотоконкурсы в формате онлайн, виртуальные квесты, марафон поздравлений и не только. Во всех районах будет дан старт летней оздоровительной кампании. Первый день лета в рамках международного сотрудничества планируется проведение прямого эфира между учащимися и педагогами трех областных дворцов творчества Гомеля, Чернигово и Брянска. В проекте также создание совместной виртуальной галереи под названием «Должны смеяться дети». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный центр правовой информации в Международный день защиты детей запускает новую версию детского правового сайта. Его основная аудитория – дети в возрасте от 6 до 16 лет. Сайт стал хорошим помощником в работе по формированию информационно-правовой культуры детей и подростков. Новая версия сайта – это не только новый дизайн, новые современные технологии и инновационные подходы к представлению информации, но и новые сервисы и улучшенная система навигации. Так что теперь ресурсам будет удобнее пользоваться через смартфоны и планшеты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир семьи в Гомеле стартует проект, который позволит семьям, оказавшимся в трудной ситуации, реализовать право на участие в информационной встрече с медиатором на безвозмездной основе. Главная цель проекта – сохранение семьи и восстановление отношений между супругами. Медиатор поможет участникам конфликта справиться с негативными эмоциями в затянувшейся семейной ссоре и перевести их в конструктивное русло. Проект стартует с 3 июня в отделе ЗАГС Гомельского горосполкома на улице Ирининская, 11. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международная выставка «Весна» в Гомеле стала визитной карточкой Гомельской области. В этом году 21-я выставка проходит в виртуальном формате и продлится до 10 июня. При этом принципы проекта остались неизменными. Его главная цель – представить экономический потенциал области. К слову, новый формат «Весны» в Гомеле позволит изучить потенциал региона из любой точки мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале июня в областном центре будет проходить международная научно-практическая конференция «Ко дню защиты окружающей среды». Форум пройдет в заочном формате 4-5 июня в университете имени Франциска Скорины. Заявки на участие подали более 150 человек из Беларуси, России, Украины и Узбекистана. В этом году в рамках форума введено новшество. Принять участие в конференции могут и школьники. Для них будет работать секция «Юниоры в науке». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Гомельской области продолжается акция под названием «Детский автобус». Она продлится до конца мая. Сотрудники госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения. А также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 5 июня в Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». Сотрудники ГАИ разъясняют участникам дорожного движения причины и последствия ДТП с участием детей. Говорят о способах их профилактики. Правоохранители напоминают о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, уделяют внимание обеспечению безопасной перевозки детей и важности световозвращающих элементов. Профилактическая работа также проводится онлайн. В сети размещаются полезные советы, информация о мероприятиях и акциях, публикуются тематические видео и аудиоролики, фильмы и мультфильмы. Кстати, на период проведения этой акции водителям автомобилей в светлое время суток обязательно нужно включать ближний свет фар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 15.35. В выпусках передачи «Земля» наша творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей, школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 16.05. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальном городке большое событие – приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За сердце виртуозной гимнастки борются два близнеца. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за брата. Но никто и не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад, и точкой соприкосновения был один дом. Смотрите в нашем эфире в 16 часов 45 минут. В 18.25 телезрители ждет сериал «Оса». Особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа об еще одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты ОСЫ. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям свою цепочку действий. Вот уже который месяц мир в борьбе с коронавирусом. За это время накопилось немало вопросов без ответа. Однако, понятно одно. Для эффективного движения к победе одних стараний медицины мало. Каждому нужно начинать с себя. Как изменился наш образ жизни? И каких правил стоит придерживаться во время пандемии? Об этом и не только в ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема». Сегодня в 19.20 и 28 мая в 9.05 и 15.35 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, желаю вам хорошего настроения. Пусть доброе утро сделает добрым весь день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА